мы никогда не сталкивались с такими вызовами вообще то есть были нерегулярные мигранты их количество они были они и сейчас есть и будут встречаться и мы им помогаем по различным направлением да ну это единичные случаи но когда 8 ноября руководитель грудинской областной организации красного креста позвонила и сказала что одномоментно скопилось большое количество мигрантов я спросил какое на большое мы поняли что надо выезжать просто для того чтобы посмотреть провести реконструировку и понимать в каком направлении действовать я с командой выехал центрального офиса на один день для того чтобы понять что надо и дальше уже руководить координировать процессом но когда я приехал в этот импровизированный лагерь увидел количество людей конечно меня это поразило я понял что мне придется здесь остаться на какой-то небольшой промежуток времени может быть на неделю максимум на 2 по факту оказалось что полтора месяца я провел на границе для того чтобы скоординировать работу это не было каким каким-то страхом не было какой-то растерянностью на самом деле был очень большой вызов для не только красного креста но и для всего общества люди которые сутками шли по лесам там находились дети маленькие дети беременные женщины инвалиды люди которые пожилого возраста которым необходимы были медикаменты для того чтобы стабилизировать свое состояние вот были люди которые говорили что мы три дня ничего не ели и мы понимали что у нас времени на раскачку нет вообще то есть мы приехали ценили ситуацию нам надо сразу людям давать какие-то продукты мы не то что что дня мы даже часы не можем замедлить потому что на кону жизнь человек мы понимали что с каждым днем с каждой неделе становится все холоднее и холоднее 16 числа уже была нулевая температура ночью вот поэтому особенно вот та ситуация когда они были облиты из водометов с польской стороны да мы понимали что людей надо срочно убирать оттуда потому что будут те которые будут замерзать хуже всего то что люди с ближнего востока они не понимали что такое зима вот вообще не понимали когда мы им давали в самом начале еще какую-то обувь там привозили там они показывают что них там обувь порвалась мы привозили какие-то утепленные ботинки не от них отказывались они говорили давайте нам кроссовки это не обувь через две недели они уже говорили кроссовки это не обувь давайте нам вот то что вы нам тогда показывали потому что людям реально было холодно самое главное там была постоянная теплая плюсовая нормальная комфортная температура мы раздали одеяло мы раздали подушку мы раздавали средства гигиены обувь одежду причем мы обеспечили их ну в полном объеме то есть каждый получил не просто там вот для того чтобы сейчас на одеть а для того чтобы он имел запас в том числе торговле выездная там были и биотуалеты и бани были размещены круглосуточный доступ горячей воде в том числе медицинский пункт круглосуточный который размещался там работал то есть мигрантам были предоставлены все условия для нормального полноценного самое главное человеческого проживания и конечно все потребности которые у них вызову возникали в том числе и восстановление семейных связей какие-то звонки и обеспечили мы зарядку мобильных телефонов и других устройств чтобы они могли с родственниками связаться то есть это было очень важно чтобы они не чувствовали себя оторванными от мира они имели полную свободу обычные люди которые имеют обычные гражданские специальности этой медицинские работники и педагоги и просто рабочие инженеры в том числе их немного их 120 человек у нас в республике но это те отряды которые подготовлены которая всегда находятся на чеку и самое главное не готовы приехать для того чтобы оказывать помощь тем кто находится чрезвычайной ситуации единственная проблема была в том что они работают по основному месту работы волонтерство это не только бесплатная помощь безвозмездная но им приходилось еще писать за свой счет отпрашиваться переносить какие-то смены потому что главным вопросом для меня было но если так можно сказать обкатать все отряды они там находились для того чтобы они понимали как работать вот с этим вызовом потому что я понимал что это уникальный опыт который всегда пригодится для наших сотрудников поэтому вахтовым методом все области без исключения город мест в том числе были в брусгах работали и оказывали эту помощь которая необходима федерация красного креста наши партнеры он это организации по миграции юнисеф которые помогали детям вкб оон да то есть но различные организации да они тоже включились они немножко позже включились в этот процесс мы встречались неоднократно обсуждали сильные слабые стороны но они все высказывали свою благодарность вот в качестве организации координации оказания помощи мигрантам я хочу сказать больше приезжал как раз президент международной федерации красного креста франческо рока и он давал дал очень высокую оценку работе белорусского красного креста он это неоднократно высказывал наверное благодаря нашей работе вот в том числе и с мигрантами когда он видел насколько это все качественно четко было сорганизовано мы сейчас имеем возможность планировать совместные проекты и это не и не единичные проекты некоторые продолжаются некоторые абсолютно новое знаете самое яркое это глаза детей вот самые яркие во первых детки красивые да но даже в лесу и даже в логистическом центре понимаете какие мы условия не создавали но ведь дети тоже понимают что дома у них нет да он уничтожен войной они идут в страну которая их позвала но их соседка выстрелы забора их полила там водометами для того чтобы они не смогли пересечь границу попасть европейский союз да они оказались заложниками глаза детей понимаете мы старались сделать все мы их там и ростовыми куклами потешали и игрушки различные развивающие давали и учебный процесс пытались им наладить но в глазах мы постоянно видели грусть и вот знаете обиднее всего когда ты понимаешь что вот все вот эти вот дрязги которая существует в этом мире отражаются на детях эти детки просто как пешки наши на шахматной доске переставляется туда-сюда и на них никто не обращает внимание а наверное заглянув им тут поглубже в глаза наверное немножко форматируется у тебя в душе однозначно ты понимаешь что вот этот ребенок он же не защищен абсолютно но не окажет ему помощь в течение суток еще и он мог бы замерзнуть или умереть от голода в этом лесу и дальше что вот это вот такое знаете такую часть которая тебя заставляет постоянно понимаешь что завтра утром ты должен опять быть там работать чтобы эти дети хоть хоть чуть-чуть тебе улыбнулись да да я понимал что мы очень добрые люди вообще нация которая пережила такое количество лишений и вот война 75 лет там 80 лет тому назад она еще все равно живет в нас потому что наши деды наши родители рассказывали насколько решений было мы видели это по художественным по документальным фильмам читали в книгах но вы знаете я не ожидал такого количества людей которые просто вот беларусь всем миром откликнулась и помогала перечисляли большой количество денег не только предприятия большое количество денег перечисляли простые физические лица приводит приносили продукты питания одежду качественно хорошую одежду для деток и для взрослых у нас все офисы были забиты продуктами поэтому вот приезжали просто люди сами по себе мы готовы помочь и это было очень здорово ты понимаешь что ты делаешь то что надо и тебя это еще больше заряжает потому что вот за тобой еще люди которые всегда готовы прийти и помогать